Звезда на звезде. Сегодня у меня в гостях человек уникальный не только в фигурном катании, но и в мировом спорте. Оно умеет превращать чужие мечты в реальность, достижение ее воспитанников, а значит ее лично, превзойти мало кому под силу. Восемь золотых олимпийских медалей. И меня его учеников знают даже те, кто далек от спорта. Сегодня в студии телеканала «Звезда» заслуженный тренер СССР по фигурному катанию, дочь легендарного хоккейного тренера Татьяна Анатольевна Тарасова. Здрасте, Татьяна Анатольевна. Музея хоккейной славы. Да, я была. И там прямо написано, что мир должен быть благодарен за то... Россия. Должен быть благодарен России. Россия за то, что она ему подарила гений Тарасова. Я не очень представляю себе, что может быть выше в оценке того, что сделал человек. Я не представляю, я плакала. Я хотела бы, чтобы он это услышал и увидел. Он увидел это в Канаде. Он проводил последние свои мастер-классы. Его пригласили профессиональные тренеры. Все. И выдающиеся хоккеисты. И был зал приблизительно на 400 человек, на 600. Вот так. Он был тронут? Зал стоял 40 минут. Ох! По времени. Мы плакали, не могли вообще... Не могли смотреть. Так было за него радостно. Потому что он как в ссылке был. И мы так были счастливы, что он это увидел при своей жизни. Вот это тепло их рук, глаз, человеческого общения. И только он их потом посадил. Он бросил эту палку. Он только появился седой, большой человек. Как они встали, и он их потом усаживал. Потом он сам встал. Без этой палки. Как будто они ему дали силы для того, чтобы он мог этой своей ногой пользоваться. Я счастлива за него была. Вот счастлива. И Галя моя была счастлива. Я просто не в курсе, я нигде не нашел. А в России есть подобное, что какой-нибудь спортивный центр имени Тарасова? Нет. Вот каток в прошлом году усилиями московского правительства был назван каток на Ходынке именем Папы. Потому что в Москве нет ни одного стадиона, который назван именем Папы. Или зал какой-то славы, где бы он был, да, и где бы были представлены. Есть тысячи его записок, тысячи фотографий, над которыми работала мама. Маме было 90 лет, и она открыла все фотографии. У нас лежало, и это в огромных чемоданах с 40-го года, да. И она каждую фотографию написала, потому что она сказала, что пока мы живем, должны помнить. Тех людей, которые с Папой на фотографии разных лет, которые играли в футбол, в хоккей, все. Я всегда приходила с тренировки, говорила, ну что, мам, работаешь? Она говорила, работаю. Я была 90 лет. Каждая фотография подписана. Я вот хотела к 100-летию отца, я хотела, потому что сама я этого не потяну, как-то на народные, может быть, какие-то пожертвования, сделать им около этого катка памятник. Я даже попросила Жору Фурангуляна, чтобы он сделал мне маленький проект. И он сделал совершенно потрясающий памятник. И я представляю, как он должен выглядеть, хотя бы около этого катка, поставить эту фигуру, которая вела всю страну хоккейную вперед. Папа был непререкаемым авторитетом. Понимаешь, Лень, он носил, как он говорил, военное платье. Он был человек военный. Он был на войне. Он готовил лыжников. Он всегда на войне был. Потому что каждая игра так рассматривалась. Я говорю, папа, у меня Моисеева с Миненковым вторые на Олимпиаде. Роднина первая, но роднина два года у меня, как после Жука. А Моисеева с нуля, он говорил, дочка, у нас в хоккее за второе место увольняют. Не о чем было разговаривать. За второе увольняют. Поэтому, конечно, непререкаемым авторитетом. Мало я спрашивала. Понимаешь, Леня, если бы было здесь побольше, я бы больше спрашивала. Ну-ка, знаешь, как в молодости. Мы самоутверждаемся. Я тоже с 19 лет начала работать. А у него картотека вот такая физических упражнений. Да вот такая. Он на таких листочках, на ватманских. Каждый день пишет упражнения, рисует их. Карандашами разными отвечает, куда нога, куда рука, что развивается. И складывает. Я говорю, папа, я сейчас со сборной еду. Дай упражнение. Он говорит, как дай? Как дай? С чего ты взяла, что я тебе что-то буду давать? Давай меняться. Ты никто. И ты мне три. А я тебе одно. Никогда не могла до нее дотронуться. Потому что не дал и правильно. И основная фраза, вот это касается всех тренеров. И вообще всех, кто работает. Он мне говорил одно и то же. Все ищи в себе. И никогда никого не обвиняй. Проиграл? Ты проиграла, а не он. Это ты не сделала то, что ты должна была сделать. У него ни одного слова не было мимо. Ни одного. Когда он входил и хромой уже на костылях. Когда он ходил в Лужники. Люди, которые ходили туда, всегда вставали. Но он был лишен профессии. В 56 лет, Леня. В 56. Он был молодой человек. Он сам написал. Потому что по-другому нельзя было поступить. Насчет сборной. И его сразу открыли ворота с вещами на выход из Центрального спортивного клуба армии. 56 лет. Запрет на профессию. Я понимаю. Но при этом характере, я не представляю себе, как при советской власти, с этим характером этот человек вообще мог удержаться. Я помню 69-й год, когда он команду увел. Да, я была на матчах. Когда со Спартаком играли. Да. Из-за незабитой шайбы. А ты не видел, как мы уходили. Мама ушла сразу. Поехала домой. А я со своей подружкой Натикой, балериной Большого театра, осталась. Там был 10-й подъезд. А еще был у Анны Ильинична подъезд. Сенилкиной. Подъезд, который был сзади. Туда подъезжали автобусы. И там папа оставлял свою машину. Служебный. Служебный. Сзади. Да. Вот мы пошли туда. Первый вышел отец. Вся площадь стояла в Спартаковцах. Вся. Вот так она ходила. Не было ни одного сантиметра, чтобы пройти к машине. Все что-то кричали. Вот так поднял руку. Сделалась тишина. И сказал, отвечу на все вопросы, когда дойду до машины. Тихо. И вот эта толпа, он шел, а мы шли за ним на цыпках. И вот эта толпа вот так раздвигалась. Вот так раздвигалась от этой силы, с которой он шел, с опущенной вот так головой. И кто-то оттуда выскакивал. Выдергивали ему волосы. А он не двигался. Он шел. И переставали это делать. Переставали. Кто-то ерничал перед ним. И мы дошли до машины. Он медленно подошел. Своему месту открыл. Потом нам открыл. Нас посадил. Сам сел. Открыл окно. Высунул свою руку. Он так всегда ездил. И сказал, спрашивайте. Все подняли машину, в которой были мы, и бросили ее. Толпа расступилась, и мы уехали. Красота. С этим человеком было не страшно. Понимаешь? Но он ведь понимал, что он делает. В ложе Брежнев сидел. Он вообще понимал, что он... Нет, он про это не думал. Почему он должен был думать про это? Он думал, что две секунды. Почему он должен думать, кто сидит? Это его дело. Его дело. Ему никто не поможет сделать. Его Брежнев подводил к Хрущеву. У меня есть фотографии. Это та секунда, когда отец говорил ему, что нужно играть с профессионалами. Он первый, конечно, говорил. И он сказал, что он будет разговаривать. Потому что только он мог разговаривать с ними. И Брежнев Леонид Ильич подвел папу на банкете к Никиту Сергеевичу Хрущеву. Когда отец сказал ему, что мы готовы играть, что больше, чем мы тренируемся, нельзя тренироваться, что мы выиграем у них. Разрешите. Но когда разрешили, то его не взяли. Вы лично видели фильм «Легенда 17»? Я лично видела. Очень благодарна режиссеру. Очень благодарна Никитке Михалкову за то, что он меня не обманул. И всей студии. И очень благодарна Куснировичу, который меня как котенка вот так зашиворот, буквально обманом привез на этот фильм. Потому что я сказала, нет больше моих сил смотреть этот ужас, который снимают про отца и про мою мать. То моя мать пьет вообще, не закусывает, не на Григорина вообще ангел божий, рыбка зеленая. То про отца говорят, какой он был жестокий. Я не могу этого слышать. И я думаю, если это будет в фильме, я предупредила, что я выбегу и буду так безобразничать на сцене, как они еще не видели. И экран порву. И я так благодарна за то, что мне не пришлось этого сделать. И у меня даже к концу фильма, я звонила Меньшикову, благодарила его за концу фильма. Вы знаете, я даже... Лене, ты знаешь, я боялась смотреть на экран. Потому что ассоциативно. Мне жаль, что они не взяли у меня фотографии, потому что есть фотографии отца в молодости. И у него вот это вот... У него всегда были волнистые волосы, да? И он еще так укладывал, тоже вот на эту сторону он укладывал такую... И Меньшиков временами был очень похож на него. А можно было сделать вообще там как... Ну, так вот, как молодой... И я боялась туда смотреть, потому что... Вот боялась, мне казалось, что это папа. Поразительно. Да. Поразительно. Я им очень благодарна. А у мамы тоже ведь характер был нелегкий? Мама моя что? У мамы был английский характер. Да? Ну что вы, с папой жить, ну что вы? 57 лет вместе? 57 лет вместе. 57 лет вместе с папой, с Великой. У мамы была... Но у мамы был очень сильный характер. Ну, я об этом. Ну, сильный для него. И терпеть, и... Мама другой была человек. Но мама такая была преданная ему. Вот во всем. И потом, даже когда его не стало, дядя Саша Гомельский где-то выступал и что-то сказал. Она ему позвонила и сказал, Саш, я слышала твое вчера выступление. Ты вот там-то, вот это, сказал, неправильно это было. Ты помнишь, как это было? Он говорит, ну ладно, Нина, ну я мог. Саша, Саша, пока живы люди, которые помнят, мы не имеем права говорить около... Мы должны говорить то, что мы должны говорить. Она его защищала, она его оберегала. Она никогда никуда не вмешивалась. Никогда. Жалела его. Это правда, что отец ждал сына? Ну, ясно, родилась я. И он не пришел забирать? Нет. Я не обижена. У меня пришла тетка, тетя Галя, у меня пришла забирать. До такой степени. Ну, расстроился. Какая прелесть. Ждал сына, вот бы он его замучил. Да, но вы тоже с четырех лет на коньках? Да. Кто привел? Мам с папой. У вас были серьезные успехи в этом деле? Ну, как серьезные? Это не выдающиеся успехи, которые у наших спортсменов, вот тех, которых потом мы воспитывали, и которые были лучшими, из лучших, в тяжелых условиях. И когда мы прокладывали путь, это совсем было другое. Мы начинали это. Я вот одна из первых тоже перешла на двухразовые тренировки в нашей стране. Это уже у Чайковской? Нет, еще была не у Чайковской даже. А еще у Вити Рыжкина была. Забрала документы. Как мне дали из школы? Такая была сила убеждения. Пришла в школу, забрала документы. И мне их отдали. Я поступила в школу рабочей молодежи. Там учился Моисеевский ансамбль. Наши уже фигуристы, несколько человек. Сережка Четверухина, Ира Люлякова, Саша Веденин. Все закончили золотыми и серебряными медалями. Я без медалей закончила школу. Но мы сделали это специально для того, чтобы начать тренироваться четыре раза в неделю по два раза в день. Мама даже не знала. Потом, конечно, лупила меня страшно. А у Чайковской когда? Ну, Лена была у меня хореографом, у нас. И я ее тоже позвала. Потому что уже кататься было одним. Просто Виктор Иванович Рыжкин, он набрал себе такую группу, как мы называли их, инвалидов. Вот мы тогда... Почему? Нервно-паралитические говорили. Вот, потому что мы катались на Петровке, на открытом воздухе. И он набрал, там, профессура каталась, да, ну, нам казалось, что старики, да. Но он набрал просто для того, чтобы жить за деньги, видимо. Теперь я это понимаю. И я говорю, Лена, начинай нас тренировать, потому что как-то нам надо с Жорой как-то вообще понимать... С проскурином. С проскурином, царство ему небесное. Понимать, как мы будем дальше двигаться, потому что мы в сборной. А уже страшно, уже чувствую, что тебе дышат в спину, а переезжают по каким-то элементам. Но у меня было это чутье, как бы страх, что нужно всегда сказать. Потому что когда я увидела потом Жук с Гореликом, просто на показательных выступления, а мы уже выступали на чемпионате, то я сразу поняла, что мы им проигрываем. У меня был такой прямо обморок такой, что мы упустили что-то, потому что они катались на другом. Мы катались, когда мы там были, Жоры четвертые в Европе. Это неплохо. Потому что протопоп вы были первыми, вторыми были Жук Горелик, а мы были четвертыми. Мы были там седьмые в мире с первого раза. Теперь это считается неплохо. Но если папа говорил, за вторую увольняют. Потом мы выиграли универсиаду, которую теперь прямо вот универсиады, это как Олимпийские игры проводятся. Тогда так не проводилось. Это была универсиада. Да, были все виды спорта, мы ее выиграли. Вторыми стала Тамара Москвина с Мишиным. И я там разбилась, убилась, все выломала себе. Такая была вся, весь зал кричал, Татьяна ее первый раз в Италии. И так все кричат. И я разогналась, как придурок. И прямо упала на резиновую дорожку. Пролетела, одну руку сломала, другую вывихнула. В общем, ну и все это пошло. И Журу надо было освободить. Он остался у Лены, конечно. Взяли Галю Карелину. Потому что я не могла. Я была профнепригодна. Хорошо, а откуда взялся ГИТИС? Мне папа сказал, что ГИТИС, это что такое? Я сказала... Нет, 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 я это знаю. Я спросил. Театрального искусства Миланачарского. Да. Папа сказал, у нас артистов в доме не было и не будет. Серьезно? Да. И иди, помогай своим спортсменам кататься на льду, забери группу, будешь счастлива. Вам было? В самой старости. Мне было 19 лет. Я пошла. И как первая группа у вас... Прекрасно. Один тренер, Игорь Александрович Кабанов, он мне отдал маленькую группу, в которой были дети, которых выгоняли, неспособные, да, в 9, в 10 и в 11 лет. И вот из этих детей я составила себе первую группу. Они были... Я стала заниматься танцами. И у меня было парное катание. И у меня была пара парного катания. И потом ко мне еще пришел один одиночник. Это был мой первый опыт. Поэтому я вкалывала, как папа Карло, по 12 часов. Была счастлива! 19 лет. Девочка взяла группу. У нее стало что-то получаться. Отношения других тренеров, соперничество. Нет, никакого соперничества сначала не было. Сначала надо работать. А папа мне сказал, сколько ты работаешь? Я работаю по 8 часов. Он говорит, вот интересно. А что ты себе думаешь? Вот я смотрю, жук, который раньше тебя стал работать на 8 лет, у него какие результаты? Работает по 8. И у него есть второй каток, пусть маленький. И из зала не выходит. Чайковская напротив, Аркадий Иванович говорит, работает по 8 часов. И у нее есть зала. И ты работаешь по 8. Ты что? Как ты хочешь их догнать? И с ними вместе открывать что-то новое в этом спорте? Как ты собираешься это сделать, Таня? Работай по 12. И я стала уезжать из Москвы. Потому что в Москве 12 часов мне никто не давал. Я уезжала июнь, июль, август, сентябрь. И потом, через несколько лет, получилось, что спортсмены стали соревноваться. Знаменитые слухи. Боже мой, я помню. Но в газетах об этом не писали, но фотографии я видел неоднократно. Как нарочно. Тарасова и Чайковского. Шубы. И все шу-шу-шу-шу. Какие у них шубы. Около бортиков. И все обсуждали. У нас зимний вид спорта. У нас зимний вид спорта. Поэтому, когда мы стали немножко зарабатывать, то, конечно, мы хотели выглядеть так, как и выглядели тренеры в нашем виде спорта. Это сейчас мы все ходим в пуховиках. Потому что нам уже не важно, как мы выглядим. Нас и так знают. По походке. Да. Понимаю. Но тогда весь мир был одет определенным образом. И у нас было разрешение в специальном ателье, которое было на Кутузовском проспекте. от дома модели. Серый дом этот. Шестиэтажный, по-моему. Там было ателье. И там были потрясающие шубы. Коллекционные, которые наши выставляли на коллекции. И мы могли их купить. Зарплата составляла где-то уже двести пятьдесят рублей. А шуба стоила две двести. Но это раз в четыре года. Ну, сколько раз мне предлагали эти шубы разные поменять в Канаде, когда я заходила в магазин меха. Потому что у них были легкие шубы. И, конечно, хотелось стоять в легкой. Потому что мы же там стоим все время, целый день. И они хотели русский мех. И говорили, бери любую. Ну, с нами ездили КГБшники, честно говоря. Мы все побаивались это сделать. Хотя очень хотелось уже не обращаться в это отелье, а поменять в конце четвертого года. Конечно, наша не лезла. Она вообще по лесам бегала. Она не искусственная, выращенная. Но она, знаете, когда ее одеваешь, так надо ноги подкачать. На каблуках стоять тяжело. А Лена еще была всегда в шапке. А я без шапки просто стала. Кстати, вы говорили благодарность к Чайковской за то, что она влюбила меня в танцы, в балет, за то, что она мне открыла мир театра. У нее мама была театральный человек. И вот эта школа рабочей молодежи номер 18, в которую я пошла, там учились Коля Бурляев, Никита Михалков, все. И мы начали бегать кругом, бегом. И уже так мы и бегаем. Осталась любовь и очень большой интерес к этому, к этому новому. Да, потому что нельзя терять это. Так же, как я слушаю музыку. Музыку, ну, другую такую я не слушала. Но я слушаю, потому что и мне она нравится очень много. В подтвердении сказанного через довольно много лет у вас был на льду почти какой-то спектакль балетный. Театр. У меня было много спектаклей. У меня было и Кармен, была и Эта, и была и Кабаре. Много программ, которые запоминаются так же, как Лешина «Зима» и так далее. А кто это, кто придумал? Я. Сама? Я всегда сама это делала. Я всегда это делала сама. Это входило в мою профессию. Это сейчас зовут постановщикам. Есть постановщики, а есть тренеры. Мы совмещали. И Чайковская совмещала, и Наташа Дубова, которая работала на другом катке. А как это рождается? Ну что, вы видите образы? Вот Вова говорил, Таня музыку мы слышим, а Таня ее видит. У меня слух. Я ее вижу. Я ее сразу вижу в движении. Это не... Это пришло очень давно. Я ставила с восьми лет сама себе программы. А программы, конечно, они строились, они вынашивались. Я слушала музыку с января, как помешаны. И среди тысячи, тысячи пластинок я выбирала музыку, которая, конечно, меня волнует и которую я хочу делать. Так как вот Грещук с платом я выбирала музыку на последние Олимпийские игры. Но я просто была вся уже измучена. Я ходила и ходила в этот магазин. Покупала новые, новые, новые исполнения разные, новые направления. И там был один парень, у нас всегда в магазинах работали такие люди, которые обожали, да, обожали новые. Они запоминали, кто приходит. И один мне подходит и говорит, такой старый коллекционер, он говорит, я не понимаю, Татьяна Анатольевна, что вы ищете здесь целую неделю и уже к открытию приходите опять? Вы истратили здесь больше пяти тысяч долларов. А я получила премию и трачу ее, потому что пластинки стоили очень дорого. И возили чемоданами оттуда. Что вы ищете? Я ему говорю, вы знаете, я ищу музыку для Игоря Щук-Платова. Я хочу музыку. Он говорит, какую музыку вы хотите? Как можно сказать, какую музыку ты хочешь? Я говорю, вы знаете, я хочу вот так, чтобы она развивалась по спирали, как болеро. Как болеро. Как болеро. Но чтобы это не было болеро. Вот такую музыку я еще... Он подумал и говорит, Татьяна Анатольевна, я вам завтра принесу пластинку. Она у меня есть дома. Она идет 17 с половиной минут. Вещь. Вы, может быть, вы ее услышите. И я взяла эту музыку домой. Я еле до дома доехала. Скорее уже ее ставить. У меня дома всегда был стол готов. И никто на нем не ел, не пил. А только вот у меня музыка вся лежала. Отмеченная тысячами. И я ее поставила, я ее услышала. Что это было? Это музыка великого композитора Ноймана, которая попала мне прямо в сердце. и я знала, я знала, я чувствовала, что я могу ее поставить, я могу за собой повезти ребят. И я знала, что только эта музыка может выиграть. И зал встал. Я не ошиблась. А что это на самом деле с первого взгляда видно талант? Ну, талант, понятно, перспективного человека. Я сейчас имею в виду Лешу Ягудина. Мне было видно. Он пришел и сказал, вот я, делайте со мной все, что угодно. Я буду во всем вас слушаться. И от этого такой груз ответственности упал на ручки, что до сих пор еще спина болит. Но это было очень ответственно. Я благодарна ему за то, что он ко мне пришел, за то, что я смогла его развить, за то, что он стал такой, какой он стал, за то, что я видела, то, что я хотела увидеть. А все ждали Плющенко. Да. А мы победили. Я была уверена, что мы победим, потому что Леша может все. Плющенко действительно талантливый человек? Конечно. По-настоящему талантливый, тоже одаренный человек. Ну, как это? Даже без разговоров еще приятнее. Еще приятнее. Ну, а как же? Конечно. Это же очень важно, кто твои соперники. Твои соперники выдающиеся люди. И ты среди них наголову. А знала, знала, что вы играете? Очень верила. Все для этого делала. Слушайте, тренер. Да. Скажите мне, пожалуйста. Тренер. Вот в Сочи Плющенко вдруг снимается с соревнований. Ну? Это логично? И каприз что это? Ну, как? Он великий спортсмен. Он великий спортсмен. Ну, что он будет снимать соревнования, если он, так сказать, ну... Я бы сделала по-другому. Как? Вы знаете, я бы вышла и откаталась в свою программу с тем, с чем могла. потому что организм в какой-то момент он собирается. Он может быть, как говорил Кулик, разминка не имеет значения. Ну, конечно, он там потянул и что-то переставелось. Но можно было не прыгать эти многооборотные прыжки, но прокатать свою прекрасную программу даже без прыжков, просто делая двойные. И получив определенную какую-то инъекцию на старте. Я бы так сделала. Но я там не участвовала. И это не мой ученик. 2008 год, Мао Асада. Это что, этап? Ой, да, я тренировала японцев. Как вас приняли там, во-первых? Я очень рада. Ой, меня все в Японии звали, звали меня Япон-мать. Все правда. Да. А я иду в аэропорт огромный, аэропорт такой классный. Я иду всегда. И они такие маленькие, такие крошечные люди. И я иду такая большая. И все мне здравствуйте, Татьяна Александровна, здравствуйте, Татьяна Александровна. И так это было всегда приятно, потому что я прилетала, прилетала к ней, она прилетала ко мне. Это была большая работа, большая любовь, большие творческие планы. Я на ней многому научилась, и с ней многому научилась. Я, мне кажется, ставила для нее потрясающие программы. И вы обе были счастливы? Мы счастливы были друг с другом, да. У нас были прекрасные, я столкнулась с огромным, с огромным талантом. Папа мог тренировать сборную Канады? Папа не мог себе представить, что он секреты. Он считал, что это секреты Родины. Через несколько лет он сказал, а почему ты мне не сказала, чтобы я ехал? Ты видишь, как я без работы страдаю. Вы же говорили. Я говорю, папа, разве ты меня слушал? Ты называл нас с Галькой антисоветчицами, потому что Галька давала ему книги читать. И он не мог их читать. Он их откладывал и читал опять. И откладывал и читал. А я поехала, только поехала со своими. Я не тренировала американцев. Принципиально? Нет, я не тренировала. Я приехала туда с Куликом и тренировала только Кулика. Я хотела результата и Грещук с плата. Мне хватало. А правда, что вам крайне вы нагадали по России? Да. Серьезно? Поутренней. Как? Вот так бабушка сказала. Не смотри, что он маленького роста. Замуж за него сразу выходи. Он говорит, ты пляжешь, ты поешь и на одной ножке. Я говорю, что он хромой, инвалид или что? Он говорит, нет, он вот как артист, только не артист. Но по телевизору показывают. Еду к своей подружке утром рано. Переезжаем, а там крайне сидит. Вот и все. Вы вообще человек спонтанный. Раз и решила. Вы... Да это больше он решил. Нет. Он мне уже не дал даже по сторонам оглянуться. За мной так никто не ухаживал. Серьезно? Нет. А когда успею? Я избалована. А когда, милый друг, за вами можно успеть? Когда вы... А вот я просыпалась утром, а у меня... У нас 9 дней всего был роман. Потом мы съехались. Ну как? Когда можно успеть за вами ухаживать? А вот я выходила из дома, а у меня стояло в то время ведро цветов. А цветы тогда... Это не сейчас. Одиночество творческого человека. Оно все равно одиночество, потому что мало кто понимает, чем мы занимаемся, особенно в минуты озарения. Не страшно? Лень. Ну, конечно. Жизнь очень изменилась у меня. И все остальные невзгоды не кажутся такими крупными и такими... острыми и такими болезненными, как потери самых близких и так быстро, и такая болезнь одного и второго мама неожиданно. И все, и я в семье одна, и для чего мне это все? Ну, надо как-то жить же правильно, надо это пережить. Это мое, это со мной. Да, я прихожу, никто меня, никто меня, кроме собаки, не встречает. Но это... Собака? Это другое дело. Собака пудель маленький. Влюблен в хозяйку совершенно. Влюблен в совершенно, а я в него еще больше. Вот. Характер тоже нордический. Да? Да, да, абсолютно. Ну, вот. И, ну, тяжело, конечно. Тяжело иметь, тяжело потерять, очень тяжело потерять. Одной быть неплохо, Лень. Одной быть очень плохо. Но есть друзья. Вообще положено и так определено, что в конце нашей встречи я должен был бы сказать, что сегодня у нас в гостях был великий тренер, легендарный тренер Татьяна Анатольевна Тарасова. Так положено. Положено? Положено. Но я так не скажу. Ну и не говори. Ты уже сказал. Нет, сегодня в гостях у нас был просто счастливый человек, который мечтает подарить радость другим. Да. Мой близкий друг Татьяна Анатольевна Тарасова. Леня, спасибо тебе за то, что ты меня позвал. Я очень рада, что я к вам пришла. И это рядом, рядом с тем местом, где я родилась и выросла. Поэтому здесь я себя чувствую особенно свободной, потому что рядом на Красноаре армейской я родилась. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова